Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Опасная игрушка. В Мариуполе взорвался гироборд. Женщина купила его в интернет-магазине, дома поставила на зарядку, но он взорвался и загорелся. Кто возместит убытки, выясняла Елена Уланова. Обгоревший пластик и куски алюминиевого корпуса. Это все, что осталось от детской игрушки. Гироборд Татьяна купила в подарок 9-летней внучке. Заказала в интернет-магазине. Привлекла скидка. Заплатила за него почти 4 тысячи гривен. Дома по инструкции сразу поставила на зарядку, но покататься на гироборде внучка не успела. Должен заряжаться полтора-два часа. И наше счастье, что он не зарядился, и мы позвали внучку кушать. В это время в комнате раздался взрыв. От взрыва гироборд загорелся. Вспыхнули обои и мебель в детской комнате. Жильцы не пострадали. Огонь потушили самостоятельно, но пожарных вызвали. При выходе на место пожежи был складенный акт, который был передан господарцей квартиры. Причина пожежи будет установлена соответствующими фахицами национальной полиции. В тот же день Татьяна обратилась к представителю интернет-магазина, в котором купила игрушку. Мы по вайберу сбросили им фотографии. Пришла смс, что приедет генеральный директор, и мы будем разбираться. Но нам в этом интернет-магазине сообщили, что фотографии доказательством не являются. Нужна экспертиза, что гироборд взорвался из-за неисправности. И квитанции, что опасную игрушку продали, именно они. Мы еще ничего не получили от этого клиента. Ни остатков гироборда, ни документов. В этом факте, что этот гироборд у нас, это раз, что он взорвался по причине неисправности, это два. Вот когда мы получим какие-то документы, мы будем разбираться. В интернет-магазине ждут от Татьяны квитанции о доставке и покупке товара, остатке поврежденного гироборда и результаты экспертизы, которая установит причину взрыва. Оплатить ее должен продавец, сообщили в управлении защиты потребителей. По письменному заявлению потребителя, для определения причины утраты качества товара, продавец обязан организовать и предварительно оплатить эту экспертизу и по результатам решить вопрос с заявителем. Если результаты экспертизы будут в пользу покупателя, продавец обязан возместить стоимость товара. Заявление Татьяна пока не подавала. По колено в воде. Частный сектор Славянска затапливает во дворах целые озера. Вода прибывает каждый день. Как побороть стихи, узнавали наши корреспонденты. Не на каблуках, а в резиновых сапогах. Нина, как по подиуму, вышагивает по деревянному мостику. Путь от порога до калитки – полоса препятствий. Преодолевать ее приходится каждую весну. У нас тут леска, вся талая вода сходит сюда. Где по щиколотку, где по колено. Сквозь половицы вода уже просачивается в дом. Полы-то не зацементированы, да, там почва. Вот сквозь доски выходит вода. Алексей живет по соседству. У него во дворе воду на днях откачивали автоцистернами. Говорит, помогает ненадолго. Уровень воды был. Вот у меня стоят доски, вот все, кирпичи. Вот на высшем кирпичи стояла вода. Приехала бочка. За полчаса две бочки воды выкачали. Через полчаса уровень тоже самый стал. Таких дворов здесь десятки. Рядом расположены водокачки. Но они с нагрузкой не справляются. Водора сейчас отдыхает, потому что ночью работала. Если не включить, она будет полностью затоплена опять. Воду откачивают и коммунальщики. Им помогают спасатели. Говорят, задействовали все ресурсы. Но этого все равно не хватает. Переносных насосных станций у нас три. Кроме того, что приехал сегодня МЧС оказал, предлагает свою помощь. Еще не поставили мы. А стационарных насосных станций около 30 штук. Все работает. Проблеме десятки лет. Виной тому подземные воды. Весной ситуацию усугубляет талый снег. Влияют и факторы техногенного характера, говорят в мэрии. Наша территория, где находится город, она специфическая. После застроек, глобальных застроек, увеличился вот этот подпочвенные воды. Для борьбы с подтоплением в Славянске разработан ряд проектов. Это и ремонт насосных станций, и прокладка труб, и чистка сточных каналов. Но за два года из 15 проектов реализованы только два. Нет денег, говорят в горсовете, и ждут помощи областного и государственного бюджетов. В летнее время мы будем реализовывать эти проекты. Может быть, область подключится. Сегодня идет тоже расподел средств. Мы пишем письма, чтобы включили нас в свои программы. Отселение из подтопляемых районов Славянски проектами не предусмотрено. Дарья Захарова, Максим Кривошенко, Павел Пологута, телеканал Донбасс. Крупнейшее в Украине и в тройке самых больших в Европе. Новую солнечную электростанцию на 200 мегаватт уже в этом году построят в Днепропетровской области. Договор об этом сегодня подписали компания ДТЭК и китайская СИЭМ ИСИ. Они совместно вкладывают в проект 230 миллионов евро. Это самая крупная инвестиция в украинскую энергетику за последние годы. Новая станция сможет обеспечить чистой энергией около 100 тысяч семей в год и поможет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 300 тысяч тонн. К тому же проект ДТЭК создаст сотни рабочих мест, а местные бюджеты получат десятки миллионов гривен налоговых поступлений. Проект 200 мегаватт – это начало пути. У нас амбициозные планы до конца следующего года построить до 1000 мегаватт солнечной и ветровой генерации. Объем инвестиций для реализации таких амбициозных планов составит более миллиарда евро. И, наверное, это пример, насколько ДТЭК является социально ответственной компанией, компанией крупнейшим инвестором в Украину и компания, которая привлекает лучшие компании, инвесторов. Такие речи, такие подходы будут поддерживаться и будут поддерживаться Украине. В северодонецке мужчина подорвал себя гранатой. Это произошло около полуночи возле развлекательного центра. По словам очевидцев, перед самоубийством он предупредил прохожих. Сказал, у них есть три секунды, чтобы отойти. В момент взрыва мужчина накрыл телом боеприпас. Погибшему было 54 года. Обстоятельства происшествия выясняет полиция Луганской области. На передовой без потерь, но пасхальное перемирие нарушалось 27 раз. По данным штаба АТО, на Луганщине под минометным огнем украинские оппозиции в Троицком из пулеметов стреляли в Новозвановке. В Донецкой области боевые действия велись в Луганском, Авдеевке, Павлополе и в районе шахты Бутовка. Военные говорят, ситуация контролируемая. Домашняя нарколаборатория. Житель Северодонецка оборудовала в подвале теплицу для выращивания конопли. Вентиляцию, специальные лампы и автоматизированную систему полива 35-летний мужчина сделал сам. В ходе обыска у него изъяли 100 граммов высушенной измельченной марихуаны и 19 кустов каннабиса, сообщает национальная полиция Луганской области. Наркоаграрию грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Прокуратура опечатала в Краматорские помещения детского сада. Там готовили к открытию первую в городе инклюзивную группу. Правоохранители ремонт приостановили и наложили на имущество арест. Почему, разбиралась Мария Сергеева. У сына Светланы тяжелая форма ДЦП. Три раза в неделю она возит шестилетнего Вову в детский сад из Краматорска в Славянск. В нашем городе нет детского садика с инклюзивной группой. Шесть часов в день мы ездим туда и обратно. Три транспорта у нас получается. В среднем в день мы тратим до 80 гривен. Два года назад родители детей с инвалидностью обратились в мэрию. Попросили открыть специализированную группу в Краматорске. На это из городского бюджета выделили 740 тысяч гривен. Подрядчик начал ремонт. Освоил 545 тысяч, но объектом заинтересовалась прокуратура, рассказывает заведующая детским садом. Ремонт начался в ноябре месяце этой группы. И после Нового года, в январе месяце, в первых числах, после праздника ремонт прекратился. Группа была арестована и опечатана. За два месяца ремонта строители успели закупить струйматериалы, заменить проводку, зашить потолок гипсокартоном. Но после проверки прокуратура заподозрила подрядчика в завышении сметы. Призначена судово-обудивательно-техническая экспертиза по результатам проведения робит. И ей представили, что там было завышено обсяги выполненных робит подприемством подрядной организации. Открыть инклюзивную группу планировали в феврале. Но следственные действия продолжаются до сих пор. Депутаты горсовета просят правоохранителей не мешать ремонту детсада, а исполком подготовить обращение в суд. Я как депутат Краматорского городского совета обратилась к исполнительной власти, поддержали мои коллеги по депутатскому корпусу о снятии ареста, возвращении проектно-кошторостной документации и продолжении ремонтных работ первой инклюзивной группе. Специализированную группу для детей из ДЦП не откроют до решения суда. Заседание должно состояться в апреле. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, Телеканал Донбасс. Она борется за свою мечту. 9-летняя Дарина из Донецка, несмотря на болезни, пытается вести активный образ жизни и мечтает заниматься танцами. Но на пути возникли препятствия. Симптомы тяжелого недуга стали проявляться все чаще. Как спасали Дарину, расскажут наши корреспонденты. До начала войны она жила в Донецке. Собиралась идти в первый класс и заводить новых друзей. Рисовали, там цифры писали. Когда семья Дарины перебралась в Харьков, ей пришлось забыть и о друзьях, и об увлечениях. Мы пытались ходить на рок-н-ролл, но, естественно, нам показаниям нельзя. Девочка уставала и часто болела. Недавно попала в реанимацию с пневмонией. Конечно, испугалась. Нужно было два месяца на восстановление. Тяжелое протекание болезни обусловлено врожденным недугом, пороком сердца. Врачи нашей поликлиники все же настаивали, нужно закрывать этот проток. Более 5000 детей в Украине ежегодно рождаются с пороками сердца. Из них треть – это критические случаи. В случае с Дариной медлить было нельзя. Артериальный проток нужно было закрыть имплантом. Иначе могли возникнуть серьезные последствия. А Клюдер оказался семье переселенцев не по карману. Он стоит десятки тысяч гривен. Надежду на выздоровление подарил случай. Елена увидела сюжет о работе программы «Здоровое сердце» штаба Рината Ахметова. После обращения на горячую линию стало ясно – Дарине помогут. И Даша была рада. Наконец-то все это сделаем. Часовая операция и никакой кровопотери. Сердечко девочки бьется, как здоровое. Через три месяца ты уже можешь повноценно думать про танцы, гимнастику и спорт. За год работы программы «Здоровое сердце» штаба Ахметова Аклюдеры получили 40 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Мы благодарны Ринату Леонидовичу, фонду, который предоставляет детям такую возможность. После нескольких месяцев реабилитации дочь Светланы хотела бы вернуться к танцам, но уже на мирной родине. Чтобы все вернулись в свои дома. Виктория Чистюхина, Андрей Шишлов для телеканала «Донбасс». Дополнительные килограммы и воспаление поджелудочной железы. Этим могут закончиться праздничные переедания после пасхального поста. Диетологи советуют возвращаться к привычной пище постепенно в течение месяца. Как из-за стола не попасть в больницу, расскажет Елена Успенская. Праздничное меню жители Покровска планируют заранее. В приоритете – сытные блюда. Картофель, колбаска, сало, яичко. Оливье. Самое главное покое. Пекинская капуста, любимая какая-нибудь обычная капуста, зелень. Очень много в зелени полезных веществ, даже больше, чем в овощах. Анна – тренер по фитнесу. Говорит, чтобы после поста и длительных праздников быть в форме, нужно разнообразить свой рацион витаминами. Завтрак очень полезный. Цукаты, орехи, изюм, хлопья. Вы их просто перемешиваете, добавляете молоко. Очень вкусно, полезно. Молоко опять же – это белочек. Чтобы не набрать лишних килограммов, спортсмены советуют делать ряд простых упражнений. Наш удар. Здесь очень хорошо прокачивается бицепс бедра. К активному отдыху на праздники призывают и медики. Говорят, длительные застолья жирной пищи и алкоголем вредны для печени и поджелудочной железы. Не сидеть за столом. В первую очередь, не злоупотреблять объемами пищи. Должен быть меню богатое. Включать в себя и белки, и жиры. Должно быть большое количество овощей, фруктов. Должны быть употреблять достаточное количество жидкости. В понятии, в принципе, алкоголь и жирное жареное несовместимы. С медиками согласны и священнослужители. Говорят, тем, кто 40 дней соблюдал пост, мясными продуктами лучше не злоупотреблять. Праздник Пасхи нужно встречать прежде всего в храме, а не за столом. Не нужно сразу набраться сына пищи, особенно тем людям, которые строго задержали пост, после того, в церкви нужно вкушать скоровную пищу понемножку, не острого, не жирного. И потом в течение недели постепенно привыкать к обычному рациону. Тем, кто постился, гастроэнтерологи советуют возвращаться к привычному режиму питания с молочных продуктов. Улучшить пищеварение помогут и овощные салаты. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал Донбасс. Наш выпуск на этом заканчивается. Светлых вам пасхальных праздничных дней. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова